всем привет с вами алис канон переглав сегодня работаем с картами сможем прогнозы ближайшие дни и делаем выводы катаклизма спасибо большое за ваши комментарии слова поддержки в общем-то отдохнула хорошо за эти две недели есть много чего рассказать но давайте работать начнем с европы сейчас что происходит мы видим в северном море обосновался здесь циклончик и соответственно за ним западнее мы видим там какие холодные погоды для шотландии для ирландии мы видим что температура 16-17 градусов да и в лондоне всего 19 градусов а с другой стороны здесь наоборот вы нас жары мы видим варшава плюс 30 и в общем-то на балтике тоже неплохие погоды но вот затапливает при этом норвегии причем потопу были в норвегии прямо на днях там прорвало дамбу видите какие события происходят и тоже затопило но не так как в приморье но как говорится понервничать заставил вот татьяна гоу пишет алекс здравствуйте когда уже закончится дождение нидерландах это невыносимо третью неделю обещают еще 10 дней дожди почему так спасибо а потому что циклона вот идут один за одним что самое интересное что я когда смотрел прогноз не 10 назад я был очень искренне удивлен потому что на эти даты стали что европе здесь на юге будет под 40 градусов то есть южная франция швейцария юг германии будет 40 градусов я как-то усомнил причем ни одного дня с дождями то есть я думал это какой-то тот антициклон остается что ли потом залез посмотрел карты нет вроде бы движет движение есть перенос есть откуда возьмется как раз на жара непонятно и что мы видим мы видим что этот прогноз все отодвигается отодвигается то есть сегодня посмотреть то там плюс 36 уже не 38 плюс 36 тоже будет на следующей неделе вот и что самое интересное перестали почему-то прогнозировать здесь европе грозы и очень много людей пострадал связи с этим потому что посмотрели прогноз идеальное солнце как в пустыне поехали на прошлых выходных в альпы все туристы да там и очень многие там отхватили хорошо там еле выбрались потому что там был и град и ливни и все прочее сейчас мы видим то есть каждый день у нас грозы сегодня видно тоже в западной германии все это происходит вторая такая грозовая система сейчас находится между румынии и болгарии и сербии она небольшая такая прям ячеечка вот затем около каспия вот здесь вот может быть кавказ немножко задевает дождики кое-где возможны грозы вот здесь на севере но такие не мощные хотя в этот сезон уже но сезон на севере уже как бы должен подходить как концу и мы видим мурманск плюс 21 архангельск и плюс 20 даунки тепло с чем же связано это вынос тепла вот здесь находится у нас на севере циклончик мы видим он у свальбордаш находится или шпицбергена и его хвост отсюда вот опускается и в общем-то кому повезет тому хвост в грозу попадут так смотрим теперь восточный северо-восточный казахстан здесь на границе прилегающей тоже сибири небольшие дождики где тоже грозы возможно центральной сибири и вот восточной сибири у нас несмотря то что здесь как в области высокого давления показывает однако мы видим что здесь один из хвостов обосновался довольно-таки плотно и поэтому большое количество осадков вот что пишет матвей кузнецов интересное событие вчера разворачивались в иркутске часть города накрыл сильный ливень с грозой затопленные дороги подземные переходы некоторые районы города остались без света выпало 28 миллиметров в то же время в моем районе ничего кроме грома не было отвели какие насколько локальные грозы пошли до в одной части города может быть потоп а в другой ничего да кстати вот тут ребята разместили клуб любители метеорологии как раз про нидерланды мы говорили и разместили ретро картину шквала в городе утрехт нидерланды 1 августа 1674 года то есть там снесло колокольню на церкви видать что крышу сорвало там такие разрушения на руки мощные поэтому если есть люди которые считают что раньше был только мед с небес капал и было все такое ласковое легкое солнышко и дождик накрапывал тут исторические так сказать гравюры показывают немножко другие ситуации но вот про эти катаклизмы давайте почитаем что пишет посланница очень необходимы ваши обзоры погодных условий спасибо большое мои дети отдыхали в башкирии выехали домой 29 июля в москву и на волге возле казани попали в катастрофический ураган который буквально развился в какие-то мгновения на их глазах успели запрыгнуть машину мчатся с ними в салоне было четверо детей до самых чебоксар лил дождь стеной они даже бояли остановиться боялись остановиться в тот же день в поволжье было много жертв в том числе и детей мы не знали о грядущих изменения погодных условий может быть и не отпустили бы их в тот день дорогу слава богу доехали они нормально все живы а на волге они решили остановиться на отдых на тот момент была хорошая шикарная погода и было на реке много отдыхающих вот поэтому да очень важно видеть карты понимаете именно прогноз делать модели потому что реальность показывает что то же самое было с альпами на выходные и вот такие вот вещи ольга шалома тоже подтверждает алекс вы в отпуске у нас тут такое ураган был старстане марил чувашии и ульяновской области ничего не предвещало мы были на заливе волги 38 градусов жаркой буквально за полчаса начался шторм температура упала до 19 градусов в казани мусорные баки летали у брата крышу с беседки снесло мы на трассе света представление застали приехали на дачу а тут как мама и прошелся 80 процентов яблок на земле слива почти вся упала у соседи большую грушу сломала в пригороде казани ребенок погиб на палатку дерево упала на озере яльчик республика марил там семь жертв туда все казанские на выходные тоже ездили на гесмете он ни слова про грозу не было все возмущаются и еще мы наблюдали первый раз жизни короткие горизонтальные молнии так ливень был тропический было ощущение что от грома дачи тряслась сейчас сильный порыв ветра переменная облачность 28 градусов мчс прислали смс что возможность урагана сохраняется но уже в сторону башкирии ушло вот далее асташкина пишет вот я как раз над вами пролетала ночью видела все эти грозы сверху еще подумал что за жизнь надо знаете как-то тоже путешествовал в таиланд пролетал самолет почему-то через поволжье и тоже там очень очень мощно тряслот была какая-то нереально это был летом да и была нереальная там турбулентность так что регион характерны такие довольно-таки мощные грозы так давайте дальше теперь посмотрим что у нас здесь якутии на юго-западе вот здесь вот циклон этот циклон он в общем-то остатки тайфуна получается дошли но при этом там и пожар то есть он хорошо что сюда пришел хоть немножко помочь может быть потушит пожары хотя вот пользователь интернета пишет что южный гость оказался скорее мертв чем жив обычные южаки бывают насыщены влагой но не в этот раз это бывший тайфун хану но он отдал всю влагу на дальний восток в китае в корее вероятно пожары и дым тоже сыграли свою роль в высушении циклона в аэропорту из-за дыма были задержаны несколько некоторые рейсы такие новости происходят из якутска ну а теперь где вот этот тайфун утворил делал это вот здесь это уссурийске в приморье там в чем проблема-то произошла что размыло дамбу и произошел потоп то есть река раздольная поднялась больше чем на 10 метров разрушила дома затопила дороги довольно опасная ситуация единственное что хорошо что это произошло днем если бы ночью то последствия конечно вы понимаете были бы просто катастрофичными так вот такие вот у нас новости ну на дальнем востоке вроде ничего нет да вот тайфун лан который идет следом пришел следом сейчас находится как раз на острове хансю но япония как бы неплохо подготовлена к тайфунам поэтому каких-то там серьезных таких последствий не ожидается посмотрим куда дальше ну скорее всего сторону хоккайдо пойдет этот тайфун ланки мощные грозы индии индокитая здесь юг китая на астралия но здесь новой зеландии немножко по западу там их топит ну а в целом да давайте посмотрим так отвыкаешь да когда давайте посмотрим где пожары сейчас вот мы видим якутии на востоке как раз циклон пришел и довольно-таки мощные пожара здесь по северу на колыме тоже мы видим здесь горит а и на запад сюда судя по всему дым относит но так вот в европе вроде бы нет в канаде в канаде на севере в центральной части видите циклон немножко севернее чем надо бы но скоро уже осень поэтому я думаю что скоро все эти закончится давайте посмотрим сейчас гроза это германия это в районе дании швеции это вот гроза как раз в районе поволжья и каспия сюда опускаются за байкале монголия китай мы видим мощную грозу немножко в сибири но в основном это восточная индия китай индокитая здесь вот немножко в африке на на западе африки у нас в америке локальные супер ячейки основном так давайте глянем гремит ли сейчас где-то но мне кажется уже немножко пониже стала активность но вот этот здесь ячейку судя по всему дает да здесь на балканах мы видим вот на севере здесь да опять франция юг румынии балкан и здесь сербия такой архив давайте глянем ну есть вот здесь по ул же да такие тоже были вспышки но немного немного так давайте посмотрим теперь по температурам что у нас настоящий момент происходит видно влияние вот этого циклона на европу да тут западной европе температура невысокие в норвегии тоже запад швеции как-то не густо но и также видно вот вынос тепла который происходит на север кстати северной африке стало гораздо прохладнее да и в турции тоже там были побиты какие-то рекорды но сейчас все это смещается от сюда вот обратно где она имеет происхождение жара это вот как раз в районе ирака в районе саудовской аравии здесь под 50 градусов танки умеренно тепло сейчас находится здесь в средней азии здесь 33 утра урал 33 оренбург 34 градуса козеларда 31 токмин аббат 33 душам б 32 ташкент 17 градусов то есть мы видим что температура не особо высокий бишкек так вообще плюс 14 градусов дать сюда зато калматы плюс 19 градусов да еще что хочется сказать что вот этот волна холода которая была неделю назад в европе когда выпал реальный снег на высоте 2 километра его было довольно-таки много он несколько дней не то у меня уже прям страх какой-то возник я думал неужели все неужели это больше не будет но все-таки сменилась погода да и сейчас вот уже тепло пошло и видно все отсюда с казахстана тепло идет через повозже через перми очень хорошо здесь отрицательники ловится сейчас и поднимаются дуна янмара а сюда на север связано это с распределением циклона восточную европу здесь оптимальные температуры 20-25 градусов южнее 25-30 краснодаре плюс 33 в украине тоже хорошая погода киев плюс 30 кривую почему-то 21 какой-то локальный кишинев 20 видать какие-то утренние температуры они перезаписались как-то зависли на карте ну либо это локальный холод тогда расскажите пожалуйста что происходит в польше да вот здесь тепло в прибалтике хорошая погода 20-22 градусов финляндии санкт-петербург карелия все прекрасно переходим теперь урал смотрим уфа 30 градусов челябинс 27 екатеринбург 27 тюмень 25 курган 25 градусов ханты-манситр 22 сургут плюс 21 ну тоже неплохо и вот здесь это теперь регион относительно прохлады мы видим листара томска плюс 17 северо-восточный казахстан агадырь тут плюс 12 градусов а я госту к вообще плюс 8 сюда какая-то прохлада пришла да на алтай тоже прохладно ну тут краснояр здесь плюс 12 сибирск плюс 15 абакан плюс 21 иркутска плюс 25 градусов неплохие погоды но то я пропустил микель мартин пишет и стали наталин плюс 20 малооблачно утром был туман но после 10 утра он рассеялся тумана здесь происходит чаще всего осень ну да необычно что в августе у вас тумана юго-восток эстонии побьет тридцатники возможно последние после этого пойдет похолодание вот будет волна сейчас тепла до движением которые из центральной европы придет и соответственно будет какая-то жаришка но вот олег миленин пишет что будет вынос раскаленных воздушных масс из северо-африки и средней азии и температура даже санкт-петербурге вновь поднимется до плюс 30 градусов а в москве до плюс 32 градусов на юге будет жара 30 почему-то рекордная жара 38 41 градусов потому что для юга в общем-то для окрестностей каспия для августа нормальной температуры это никакие не рекордные понимаете вот это меня немножко удивляет что сейчас что не происходит рекорд уже чуть ли не 30 градусов натягивают на рекорды какие-то сейчас вот непосредственно роман элизаров пишет ставропорский край плюс 28 градусов ветер южный 1 2 метра в секунду прекрасная погода игорь коробов пишет что в москве после пасмурных и дождливых дней наконец-то солнечное утро плюс 19 за бортом то есть прекрасная погода август один из лучших месяцев года а вот берлине дмитрий мартьянов пишет что похоже супер ячейка проснулся от резких ударов грома сверкала каждые пять минут за 10 минут дошла туча и начался трэш сверкала гремела прямо над головой сейчас льет очень интенсивный ливень но там вот ячейка из франции подходит мне кажется что она будет интересной а в новосибирске было плюс 13 облачно с прояснениями и штиль вот что пить сейчас вот видно в плюс 18 в томске плюс 15 градусов так давайте сейчас переходим в якутию посмотрим что здесь якутики плюс 19 но здесь циклон охлаждающие влияние доход плюс 16 магадан плюс 14 тоже хорошая погода на колыме вот видно что еще 20 вам сукчан плюс 22 градуса надо плюс 14 что обращают внимание что нет пока очагов таких явного холода только пивек пошел плюс 3 нэшкан плюс 4 да то есть мы пока не видим здесь север таймыра хотя уже середина августа и и прям со дня на день пойдут туда ли первые очаги при досине вот такого при досине прохлада так петропавловск-камчатский плюс 18 сахалинск плюс 18 южно-сахалинск николаевск плюс 19 комсоморск 24 хабаровск 26 видно сюда занос жары из китая так и происходит в самом китае в пекине плюс 32 градуса стало меньше жарко да то есть умение жара меньше жары мы видим 34 35 но 2 и 7 какой-то баянур здесь пустыня так ламакан здесь видно 22 на селе 28 на востоке вот на юге плюс 33 градуса совсем совсем другие температуры видно что высоты охлаждаются прекрасная погода в индии такие 30 35 градусов вполне комфортно и наше количество дождей уменьшилось в инде китае тоже и теплеет австралия явно теплеет австралия пошло тепло обратно на юг хотя на крайнем юге здесь пока не жарко мы видим хобарт плюс 6 мильбурн плюс 9 сильный плюс 12 конвера всего плюс 7 градусов но уже весна скоро и смотрите какая замерзший южный остров здесь горы дуни но на побережье дуни лена здесь плюс 5 крис край черч плюс 8 и в окленде тоже не жарко плюс 10 градусов так переходим теперь в америку что какие процессы сейчас в америке но здесь эту же ночь уже она по длине становится и видно что температура тоже реагирует беру плюс 5 мертвая лошадь плюс 6 фэрбэнкс плюс 14 анкоридж плюс 13 это аляска маккензи наконец-то здесь тоже стало попрохладнее в районе 11 градусов но вот и лунаев плюс 12 тепло вот сейчас вот здесь вот к югу западу от гудзонного залива связано с тем что здесь циклон находится довольно-таки жаркой ночи все еще на западе сша и на юге мы видим такие полосы тепла по его распространяется так смотрим южную америку здесь тоже потихонечку тепло возвращается да хотя вот ревьера здесь плюс 9 юго-восток бразилии тоже не жарко в андах мы видим данки холодно но мы видим что настоящие морозы остались только вот южнее комодора все что серии уже плясовые температуры но здесь вот так заморозило так хорошо конечник южной америки где-то минус 6 в охигинцы так давайте глянем теперь что у нас южной африки здесь пока что прохладно 15-19 градусов но видно что тепло совсем недалеко уже так давайте знаете что мы пропустили с вами посмотреть за тайфунами за погодными системами давайте глянем сегодня ночь что происходит ну вот японское море выходит тайфун да вроде бы как движется в сторону приморья но дойдет или нет сейчас мы глянем в районе балтийских стран мы видим здесь активно связано с этим циклоном и вот циклон находится сибири такой хвост у него уходит аж центральной китая интересно давайте посмотрим этот циклон куда он двинется сунете пока что идет в приборе пока что идет в приморье да и удар все-таки по приморье будет потому что я видел мнение что выйдет на хоккайдо нет он выйдет на сахалин то есть он не отвернет на хоккайдо он ударит по приморью и пойдет сахалин и дальше судя по всему в сторону камчатки так что вот быть осторожны нужно этот тайфун лан он опасен для приморья вообще знать тайфу на когда в этап то вы дорожку они как правило идут одни как гуся тогда один за другим так ну давайте глянем что у нас по температурам завтра будет интересно ну вот завтра пойдет жара видно и украина беларусь прибалтика сюда до восток польши соответственно запад рф тоже получит 1 это на северо-западе это получается новгородская псковская области но вот в большей части восточной европе будут северные такой ветер то есть небольшая такая легкая прохладца никакая там не холод ничего такая легкая с ветерком то есть идеальная температура около урала здесь довольно-таки жаркая и вот что самое интересное что из средней азии так и уходит жара куда-то вот сюда сторону индийского океана и мы видим что гораздо прохладнее становится в азиатской части согласитесь давайте глянем что завтра в сша у нас будет днем но видно что канада уже тоже не так сильно прогревается и вот здесь на аляске появляются первые такие очаги это горы которые будут продуцировать холод впоследствии очаги холода но мы теперь давайте посмотрим с вами воскресенье 20 августа что здесь будет отдалки тепло будет во всей европе но где-то до 60 параллели все что выше уже будет гораздо прохладнее и видно что будет до жара но на юге тут только то есть уже куда-то высокие широты не будет заходить и видно что в азиатской частью уже совсем не жарко вот о чем я говорил со стороны чукотки сюда уже идет настоящая осень но пока что это инициирован над этим вот ланом тайфуном который видите пройдет судя по всему камчатку и выйдет вот сюда вот в беринговом море так давайте глянем америку что здесь будет здесь не меняется ситуация хотя по западу станет гораздо прохладнее ну а с вами был алекс канал береглап же отличного упражнения